Заключённые колонии строгого режима лето провожают не в самом приподнятом настроении. Сильные дожди, которые накрыли Приморье минувшим летом, отразились и на их урожае. Собственный огород, а точнее поле площадью 1 гектар, долгое время было залито водой. Картофель, например, спасти не удалось, но некоторые овощи всё же уцелели. Треть этого огорода отведена под огурцы и помидоры. Несмотря на то, что в этом году не повезло с погодой, удалось собрать тонну этих овощей. Теперь вся колония будет обеспечена засоленной продукцией. Пока огород остался не у дел, арестанты проводят своё время в мастерских. Цеха дерева и металлообработки в колонии работают исправно. Первым изготавливают всевозможные брусы, рейки и более сложные конструкции. Всего до 100 кубических метров в месяц. Во втором продукция более технологичная. Кровати, бочки и даже катамараны. Над всем этим трудятся несколько десятков заключённых. В цех металлообработки собираем любые металлоконструкции. То есть имеется небольшая кузня, где также могут производиться некоторые детали из металла. Работа, будь то на огороде или в сувенирной лавке, настоящая подспорья для заключённых. Восьмичасовой рабочий день, зарплата до полутора тысяч рублей в месяц. И главная возможность разнообразить времяпрепровождение. Здесь главное желание. И даже если нет никаких документов, в колонии помогут. Если у него нет паспорта, страхового пенсионного свидетельства, он пишет заявление в спецотдел. Начальник подписывает, даёт указания. И спецотдел в определённый период, промежуток времени делает им паспорт и страховое пенсионное свидетельство. После этого, бога ради, он выходит на работу. Заказы на изготовление тех или иных товаров в колонию поступают исправно. Себестоимость такой продукции значительно ниже. Что же касается овощей, то плоды фермерства, которые всё же удалось спасти, пойдут на стол арестантам. Александр Шедловский, Владимир Жилин, Панорама.